В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте, но в начале выпуска коротко об основных событиях. Нелегкие будни отдела по вопросам миграции УМВД России по Ленинскому району. Индивидуальный подход нужно найти к каждому. Благодаря губернаторской программе «Активное долголетие в Подмосковье» каждый пенсионер может найти себе занятие по душе. По скандинавской ходьбе ходим, и на танцы ходим, и поем. У нас хор. Как бороться с ленью? Об этом маленьким зрителям рассказали в необычной театральной постановке. А кому-то те, кто там еще не поймал меня? Вот, давай. Здесь ставят на миграционный учет, выдают внутренние и заграничные паспорта и оформляют российское гражданство. Ежедневно через отдел по вопросам миграции УМВД России по Ленинскому району проходят сотни посетителей. О своей непростой, но нужной работе сотрудники отдела рассказали нашей съемочной группе. Доброжелательность, внимательность и готовность работать с документами. Именно эти качества незаменимы в работе сотрудника отдела по вопросам миграции. В день один специалист взаимодействует более чем с 40 посетителями. И с каждым нужно найти общий язык и помочь. Работа непростая. У нас работа с гражданами. Индивидуальный подход нужно найти к каждому. Люди обращаются с разными просьбами, заказанием услуг. Специалисты отдела занимаются миграционным учетом иностранных граждан, паспортно-регистрационной работой. Оформляют российское гражданство и выдают за грампаспорта. Но только этим не ограничивается их работа. Множество людей каждый день приходят просто за консультацией. Карина Казаряна решила привезти в Россию свою маму на лечение. И пришла узнать, какие документы нужно для этого оформить. Все, что мне нужно было узнать, я все узнала. Первый раз попала, смотрела образцы, как заполнять и какие документы подготавливать. И вот мне все объяснили, и я довольна. Больше всего посетителей, конечно, в паспортно-регистрационном отделе. Здесь ставят на миграционный учет иностранных граждан, а также оформляют за грампаспорта, в том числе нового поколения, биометрические. Не двигайтесь. Спасибо. Снимок сделан. Многие жители муниципалитета подают документы и записываются на прием через сайт госуслуг, что экономит время как сотрудникам отдела миграции, так и самим посетителям. Все очень быстро, и не надо очередь ждать по записи. Записываемся в госуслугах, и приходим в свое время, и все очень быстро. Старший специалист Светлана Смирнова работает в отделе миграции два года. Пришла как вольно наемный сотрудник и так прониклась работой, что решила пройти аттестацию на офицерскую должность и стать госслужащей. Мне нравится работать с людьми, мне нравится работать с бумагой, предоставлять эти услуги. Конечно, не всегда бываем вовремя дома, не всегда вовремя занимаемся детьми, но стараемся. Стараемся и здесь, чтобы было у нас все хорошо, и в семье. За последние два года в связи с приростом населения в муниципалитете поток посетителей в отделе миграции увеличился в несколько раз. На данный момент здесь открыты две вакансии. Так что если вы доброжелательны, внимательны и не боитесь работать с документами, возможно, в отделе ждут именно вас. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Благодаря губернаторской программе «Активное долголетие в Подмосковье» тысячи пенсионеров Московской области имеют возможность бесплатно посещать спортивные и культурные мероприятия, различные экскурсии, творческие и обучающие занятия. Каждый пожилой человек может найти себе дело по душе, как это сделали герои нашего сюжета. Преподаватель танцев Александра Рахвальская работает в Развилковском оздоровительном комплексе «Дельфин», где занимается с детьми аэробикой. В центре «Вера» Александра трудится в качестве волонтера. Уроки с пенсионерами для нее дело новое, но увлекательное. Я подбирала материал, смотрела видеозаписи, материал книжной методички, читала, что можно делать пожилым людям, что нельзя, и насколько активно это может происходить. И подобрала такой общий материал, чтобы могли все заниматься, чтобы было всем не тяжело это, а наоборот в радость. Занятия проходят два раза в неделю, но для многих пенсионеров это не единственные уроки, которые они совершенно бесплатно посещают в рамках проекта «Активное долголетие». Я давно занимаюсь. Как она к нам стала ходить, так я и занимаюсь. Все время на танцы. В скандинавскую ходьбу ходим, и на танцы ходим, и поем. У нас хор. Активный образ жизни. При желании заполнить активным времяпрепровождением свою жизнь проще простого. Можно посещать и курсы компьютерной грамотности, и творческие мастер-классы, и различные спортивные секции. В рамках программы «Долголетие в Подмосковье», губернаторской программы, в каждом муниципалитете реализуется 10 активностей, так называемых. И каждый гражданин старше 55 лет, это женщины, и 60 мужчин, вправе выбрать любую активность и их любое количество в рамках этих топ-10. Напрасно считать, что это просто танцы, как говорится, для себя. Из тех, кто делает определенные успехи на танцевальном поприще, Александра собрала ансамбль, который успешно выступает на различных концертных площадках. Мы уже выступаем на мероприятиях города, на концертах, нас приглашают. В этом году уже мы два раза выступали, и пойдем в эту субботу тоже на День бабушек и дедушек танцевать. Но у многих такой задачи, конечно, не стоит. Главное – хорошее настроение. Но с танцев активный день только начался. Теперь, зарядившись музыкальной энергией, все заходят в автобус. Впереди – увлекательная экскурсия в усадьбу Суханова. Максим Козлов, Кирилл Иванов. Видное ТВ. В районном историко-культурном центре состоялся мастер-класс художника Сергея Галяндина. Познакомиться с именитым автором и узнать секреты его мастерства пришли те, кто искренне влюблен в живопись. Среди них была и Екатерина Коваленко. Чем интересна эта техника? Что, вот казалось бы, двумя красками, а можно передать и ночь, и день, и состояние природы разное, и зиму, и лето, и осень. Редкая возможность лично пообщаться с художником Сергеем Галяндиным предоставилась всем, кто пришел на его мастер-класс в историко-культурный центр. Сейчас здесь экспонируется более ста работ автора. Наш земляк, житель деревни Жабкино, в окружении своих картин охотно делился секретами мастерства. Он предложил написать миниатюру «Корейская ночь» в технике «Гризайль», которая выполняется одним или двумя цветами. Да, вот сверху просто натыкаем вот так. Вот так, торцом, да. Гости узнали много ценных советов, как лучше загрунтовать картон, написать предметы дальнего и переднего плана, блики на воде, падающий свет. Еще Сергей Борисович рассказал, что фон лучше удается широкой кистью, а детали – тонкой. Вообще же «Гризайль», по словам автора, техника универсальная и для больших мастеров, и для совсем юных художников. Вот и Виктория Филатова, ученица Видновской ДШИ, освоила этот известный еще со средних веков вид живописи. Это для меня что-то новое, потому что я никогда такой техники не пробовала. Это очень интересно. То, что мазками просто тыкая на холст можно внести такую красоту. Среди гостей была художница Ирина Радюк. Несмотря на то, что она сама уже давно преподает, но возможность учиться у больших мастеров для нее не только радость, но и необходимость. Есть такой термин, как глаз замыливается, скажем так. Художники часто его говорят. Чтобы посмотреть на свою работу свежим взглядом, нужно посмотреть со стороны. Поэтому такие мастер-классы, когда ты ходишь к профессионалам, смотришь их технику и потом смотришь на свои работы немного по-другому, они позволяют обогатить и твою живопись, и, собственно, потом научить твоих уже учеников. На мастер-классе никто не остался без внимания. Сергей Борисович подходил к каждому. Исправлял, помогал, воодушевлял, отвечал на вопросы. Ну а мы выведали у него оригинальный совет для тех, кто не мыслит своей жизнью без живописи. Работать надо больше, кто решил стать художником. Писать, а если посчастливиться, найти своего учителя для начала. А потом отказаться и от учителя, и от всего, чему научился, и тогда ты станешь действительно художником. Работа над миниатюрами заняла не более часа. Каждый написал свой неповторимый пейзаж, получил бесценный опыт и незабываемые впечатления. Художник с большой буквы, и, конечно же, хочется все узнать у него, как правильно подходить к вопросу. Он говорит, что не надо бояться своих ошибок, потому что кашу маслом не испортишь. Можно прямо сейчас взять это все зачеркнуть и все это за минуту опять заново сделать. Главное, не бояться. Довольна тем, что у вас получилось? Я очень довольна. И это только начало, потому что это две минуты рисования. А всех, кто воочию хочет увидеть картины Сергея Голяндина, ждут в историко-культурном центре. Выставка продлится до 10 ноября. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В социальной сети ВКонтакте в группе СМИ «Видное» разыгрываются билеты на музыкальный спектакль о самой известной сказочной няне на свете. Мэри Поппинс. Продолжение. Результаты розыгрыша станут известны 31 октября. О том, как стать обладателем заветных билетов, мы поговорим с нашим гостем, специалистом отдела рекламы телеканала «Видное ТВ» и газеты «Видновские вести» Романом Повериновым. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Максим. Итак, какие же условия нужно соблюсти, чтобы принять участие в этом розыгрыше? Подписаться на нашу группу ВКонтакте СМИ «Видное», сделать репост и также, чтобы была открыта страничка, чтобы мы могли видеть, сделали ли вы данный репост или нет. Понял, хорошо. Сколько всего разыгрывается билетов и сколько будет победителей в конкурсе? Победителей будет 6. Мы разыгрываем 3 пары билетов. Каким образом будет определен победитель? Мы присвоим каждому участнику уникальный номер и разыграем победителей с помощью генератора случайных чисел. Где будут опубликованы результаты и, собственно, где можно будет получить билеты победителям? Результаты будут опубликованы на нашей группе ВКонтакте СМИ «Видное» 31 числа 12 часов дня. Спасибо, Роман. Я приглашаю всех принять участие в этом замечательном розыгрыше. А мы продолжаем. Бороться с ленью в век высоких технологий подчас бывает очень трудно, особенно детям, которые с ранних лет увлечены гаджетами. Поставленный в Центральной библиотеке детский спектакль «Однажды в 39-м царстве» дал зрителям подсказку, как победить лень. Поучительную историю о том, как стать трудолюбивым, послушал и Арсений Рогозянский. Действие сказки происходит в 39-м королевстве, в котором известный герой Емеля все время лежит на печи. Он знакомится с таинственной ленью, которая еще больше окутывает персонажа в безделье. Дарит ему новенький гаджет и рассказывает о том, как ничего не делать. Детей в зале позабавил Емеля, но именно в этот момент ребята должны были обратить внимание на проблематику спектакля и сделать выводы. Не нужно лениться, много играть в гаджеты, еще нужно будет погулять после дела. Удерживать внимание юной публики на протяжении всей постановки актерам удалось за счет вовлечения детей в действие спектакля. По словам исполнительницы роли Лени Александры Федоровой, зрители тонко уловили суть постановки. Все благодаря нестандартному подходу трупа, суть которого в том, что каждое новое исполнение спектакля не похоже на предыдущее. Мы не работаем по сценарию, мы очень часто импровизируем, посмотрим на детей, ориентируемся, потому что возраст детей всегда бывает разный. Бывают, приходят совсем маленькие пятилетние дети, а бывают уже подростки приходят, и каждому надо объяснять на их языке. Количество спектаклей в год театра существенно увеличилось. К тому же для небольших творческих коллективов муниципалитета Центральная библиотека объявила конкурс «Ожившие страницы». Наш коллектив такой творческий, который уже известен в нашей деревне Калиновка, мы много видели их творческие работы на разных праздниках. И вот я им предложила поучаствовать в этом районном фестивале, показать себя, и может быть каким-то образом они станут победителями в какой-нибудь номинации. Творческое объединение из Калиновки существует четыре года. За это время они поставили 16 спектаклей. Многие из них, как и однажды в Тридевятом царстве, обличают различные человеческие пороки. Арсений Рогозянский, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, ВИДНЕТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.